И мы снова возвращаемся к нашим головастикам травяной лягушке. Собственно, очередная чистка аквариума у нас, поэтому лягушечки вместе с головастиками были перемещены вот в этот лоточек. Собственно, можно заметить, что здесь уже не только головастики, но и несколько сформировавшихся лягушат. Вот сидят несколько, у кого-то еще хвосты, но они уже дышат легкими, а у кого-то хвостов уже нет. И они полностью готовы к самостоятельной жизни. Так, судя из подсчетов, здесь у нас, да, семеро уже дышащих воздухом почти лягушат, либо готовых лягушат. Ну и заодно расскажу, с какими трудностями я встретился в процессе лягушачьего превращения. Ну, во-первых, лягушата маленькие очень эффективно лазят по вертикальным поверхностям. В частности, вот из этой банки вылезти не составляет никакого труда. Конечно, прыгают они не так резво, но вылезти вот вполне могут, буквально забравшись по вертикальной поверхности. Собственно, так у меня сбежал один из лягушат. Посторонние звуки, это наш капский варан Стэн. Все хочет чего-то, внимания к себе. Хотя я его уже плотненько покормил. Но он все никак не дает мне нормально снять видео. Ну, вернемся, пожалуй, к нашим головастикам. Один головастик, судя по всему, забрался по трубке, которая вела к грузу от компрессора. Эта трубка выходит наружу аквариума, и он, видимо, по этой пластиковой трубке выбрался из аквариума. Этого лягушонка я так и не нашел, к сожалению. В условиях сухой квартиры, в которой достаточно много пыли, ну, не то, что достаточно много, но есть пыльные места. В этих условиях он не выживет. Я его найду только во время капитальной уборки. Ну, в другое, другой минус в том, что лягушкам нужно постоянно место, где они могли бы сидеть, дышать кислородом. Если они не смогут выбраться за какое-то ограниченное количество времени, то они погибнут, буквально утонут. Так случилось с тремя лягушатами. Двое еще не доросли до лягушонка, и один лягушонок, полностью сформированный, погиб, просто утонув. Что приводит нас к неутешительному выводу, что необходимо, крайне необходимо, когда головастики превращаются в лягушат, создавать уже не аквариум, а акватеррариум, чтобы было место, где плавать и головастиком, и где лягушатом поплавать. Также из наблюдений становится ясно, что лягушата, как головастики, пытаются плавать по всей окружности, фактически вдоль стены аквариума. Поэтому нужно, чтобы суша располагалась где-то посередине воды, потому что иначе, в противном случае, они смогут по вертикальной поверхности, по стеклу забраться наверх. Из воды они почему-то не могут вынырнуть, прям подняться по вертикальной поверхности, а вот суши, суши это они делают очень легко. И еще одна проблема связана с кормлением. Поскольку головастики изменились, стали лягушатами, теперь им нужен совершенно другой корм. Всякие рыбные корма, молочные смеси для них не подходят, поскольку они уже не фильтруют воду при помощи жабр. То есть не получают питательные организмы непосредственно из воды. Поэтому крайне необходимо закупать для них другой корм. Собственно, вы могли видеть его. Их очень трудно увидеть. Но вот, например, вот тут крылышками шелестит одна из дрозофил. Дрозофил достаточно интересные насекомые. Они могут длительное время находиться на водной глади и при этом не утопать, что помогает им выбраться на ближайшую сушу. Минусом дрозофил же является то, что они инстинктивно тянутся вверх и по вертикальной поверхности того же аквариума забраться им не будет никаких проблем. Поэтому вам нужен либо закрытый акватеррариум, либо высаживать дрозофил там, где они не смогут подняться на поверхность террариума или аквариума. В частности, я удержал их посреди воды вот на такой деревяшке. Здесь у них фактически целая колония. Было их штук 20. Я высадил, осталось очень мало. Не знаю, поели ли головастики или лягушата. Но судя по тому, что некоторые лягушата все-таки немного упитанные, не сомневаюсь, что они приложились к этим мошкам. Тем не менее, дрозофил все еще много. И пока они не закончатся, новую добавку я им не дам. Собственно, о превращении аквариума в своеобразный акватеррариум. Я сделал вот такое полуводное полусухое пространство. Конечно, не сухое. Лягушкам не нужна абсолютная сухость. Им нужна влажная среда, чтобы сохранять влагу своего тела. Поэтому я насыпал камушков на дно, а сверху обогатил их мхом с фагнумом. Такое мелкое подобие лесной зоны. Ну и вдовесок. Вот такая вот небольшая пещерка. Особого света лягушатам не нужно, поэтому вполне можно оставить их в достаточно темном освещении. Главное, чтобы было питание, которое они могли кушать. Собственно, основная часть головастиков будет выпущена в водную зону, а лягушата вот в такую. За лягушатами нужен глаз да глаз, потому что, ну, потому что они любители сбегать. Один из лягушат успел сбежать буквально пока я готовил Стэну небольшую подкормку. С трудом нашел, поскольку каждый день считал их количество. Вот, собственно, так и получилось. Могло быть 10 лягушат, но в результате всего 7. Такие сложности. Тем не менее, я надеюсь, что на питание дрозофилами, которых, кстати, еще нужно опылять витаминами В1 и кальцием Д3, чтобы формировались кости. Надеюсь, на дрозофилах они вырастут до своих нормальных размеров. Ну и надеюсь, они не будут сбегать. По этому поводу я советую для аквариума натянуть какую-нибудь сетку. Например, москитную сетку и прижать по краям, чтобы не было никаких щелей. Так не убегут ни дрозофилы, ни лягушата. Ну а я скоро буду выпускать наших незадачливых путешественников на волю. Пока крупный план одного из лягушат. Пересчитаю их и буду выпускать. Продолжение следует...